Дорогие братья и сестры, всех приветствую. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И Святой Дух пусть всегда пребывает с нами, со всеми. Аминь. Вы на канале Самсонэйти Лайф. С вами очередная рубрика Благовестия. И я, незрячая сестра во Христе, Алена Самсонова. В прошлой рубрике мы с вами читали первое послание апостола Павла Коринфяна. И читали мы с вами об идоложертвенном. Да, читали главы седьмую. Ой, прошу прощения. Восьмую, девятую, десятую. Что-то все уже. Седьмая была вкручена в состав позапрошлой рубрики. Вот читали главы восьмую, девятую, десятую. Вот, значит, было сказано об идоложертвенном, да, об идолопоклонничестве, как об идолослужении, да, как об одном из тоже опасных грехов было сказано. Вот, также мы говорили о благовестии, да, каким оно должно быть, по славу Божью. И мне еще кое-что открылось, но вы можете с этим, может быть, и не согласиться, где Павел писал о том, что я стал всем для всех, ну, то есть для иудеев, как бы, иудеям, для подзаконников, подзаконникам. Вот, что мне здесь открылось? Все-таки хочется здесь сказать, пока я не перешла к следующей теме. Открылось здесь мне то, что, да, тут было сказано про угоду, то, что еще, да, он угождал не себе. Да, чтобы мы тоже стремились угождать не себе, но другим, да, во славу Господа. Еще что мне здесь открылось? Открылось мне здесь следующее, то, что, например, для иудеев он стал, да, иудеем, в этом смысле. Здесь речь идет о подходе, да, не знаю, можете мне возразить в комментариях или что-то предложить другое. Ну, вот, мне открылось так, что, грубо говоря, с русскими по-русски, с чувашами по-чувашски, или же, например, с младенцами по-младенчески, со стариками по-стариковски, да, опять-таки, с шоферами, с водителями, да, по-водительски. Грубо говоря, с педагогами, как с педагогами. Но это все говорит о том, что каждому нужен свой подход. Да, например, то, что мы говорим для одного, может быть не совсем понятным для другого. Вот, и здесь тоже нужен каждому определенный подход. То есть мы уже, как говорим, для одного, для другого не можем так сказать. Для другого мы должны сказать те же слова, но иначе как-то их выразить. Вот, и, скажем, например, с одним мы говорим, ну, может быть, одним тоном, а с другим мы говорим более другим тоном, интонациями даже, может быть, другими. Но все это должно, конечно, происходить с любовью. Да, мы не исключаем самый такой важный момент здесь. Ну, так вот, да, и о чем еще раз это говорит? Для всех я стал всем. Ну, что, по сути, каждому нашел свой подход. И каждый через нашего апостола принял Христа. Да, смог принять Христа как Спасителя. Потому что прежде к человеку был найден подход. Да, потому что все мы по-разному и развиваемся. И что телесно даже все по-разному развиваемся. Тем более духовно. Один, например, одними темпами растет. Другой растет другими темпами. Ну, как бы здесь вот такая вот мысль. И у одного у нас, да, один характер. У другого другой характер. Скажем так, кого-то нужно наоборот усмирить больше, да. Или как-то построже ему сказать, там, я не знаю. Чтобы как-то человек немножко осел. И как бы стал менее гордым. Да, и не превозносился больше. А кому-то наоборот нужно, да, вот. Кого-то поливать, взращивать. С нежностью, я не знаю, да. Чтобы человек не потерял вообще всякую надежду, всякую веру. И не ожесточился. И даже потерял всякую любовь. Вот, тогда сложно быть с таким человеком. Если его подавить, то, конечно, такого человека и не спасти соответственно. Вот, и на нас будет лежать эта ответственность, этот грех. Что мы вместо того, чтобы привести такого человека к спасению, да, к покаянию. Мы, наоборот, задавили этого человека. И еще и при этом остались довольными, самодовольными, гордыми. Вот, такое тоже возможно. Вот, я могу сказать, раскрыть секрет один. Да, может быть, я внешне какая-то сильная. Да, просто говорю вам личный пример. Но внутри я очень сильно ранимая. И я как раз-таки из таких людей, наверное, которых надо поливать, заращивать, где-то даже лелеять. Не говорю, чтобы меня прям все так вот жалели. Пожалейте меня, да, люди добрые. Наоборот, не жалейте меня, люди добрые. Вот я к тому, что, например, вот ко мне нужен такой вот мягкий подход. Вот, если так вот жестко со мной, будем говорить, даже брутально обращаться, ну, как-то мне даже подняться после этого, наверное, трудно будет. Хотя я теперь уже понимаю, что со мной Господь. Ну, все равно мне очень трудно такие вещи пережить. Ну, такой вот я ранимый, например, человек. Вот. Да, нужен другой подход ко мне, в общем-то. И, например, другой человек, да, на него и немножко строже сказать можно, то, что он у меня пищит-то не дает писать. Вот. На него и строже сказать можно, где-то даже иногда, может быть, прикрикнуть, сказать пободрее, пореще. Ну, вот, мне, например, такое не подойдет. Да, и это следует учитывать. Именно это следует учитывать. Вот. Что еще раз, да, там, другому в одном тоне, потемпераментнее, там, скажешь, он это воспримет, да, нормально. А мне вот, если сказать, потемпераментнее, ну, возможно, даже если это будет с любовью сказано, как-то для меня это вызовет, да, очень большие вопросы. Ну, вот, как-то, не знаю, для меня ближе, когда это с нежностью, с теплом. Так вот, чтобы, не знаю, осторожно, аккуратно, это было сказано. И как-то по душе мне даже люди, наверное, те, которые, скажем так, не энерджайзеры, какие-нибудь такие, быстрые на язык, легкие на подъем, я не знаю, наоборот, как-то мне близки более такие, спокойные люди, которые аккуратно мне скажут, не ранят. Вот. Кому-то наоборот, да, близки люди с быстрой речью, быстрые такие на подъем. Ну, вот, просто все мы разные. Да, мы тело Христово, но все мы разные. Вот. И к тому, что ко всем нам нужно по-разному подходить. Извините, что так много на этом зацикливаюсь, но это очень, приочень важно. Вот. И здесь, я думаю, да, в вопросах благовестия, в вопросах спасения, как-то это важно. Одному, например, нужно дать какой-то толчок, щелчок. В хорошем смысле, вы не подумайте. Вот. Чтобы человек зажегся там, я не знаю. Другого нужно постепенно, постепенно готовить. Потом еще мы знаем условия, в которых люди воспитываются, да, это тоже не надо списывать со счетов. Один, например, в таких условиях рос, другой в других условиях воспитывался. Кого-то лелеяли, как растение, допустим, да, и этот человек ждет от окружающих, как бы, тоже, чтоб его не дергали, да, как бы, из стороны в сторону и так далее, чтоб аккуратно с ним обращались. У кого-то пожестче были условия в жизни, да, может быть, его мало и трясло этого человека, и било, не знаю как. То есть, как бы, он это выдержит. Ну, говорю, тоже так же, как, да, мы же части тела Христова, и каждое тело разное, и каждому телу, каждой части тела, прошу прощения, тоже свой подход нужен. Например, к ноге мы так относимся, к руке мы по-другому относимся, и заботимся тоже о менее благоразумных с большей, как бы, ну, не сказать, что теплотой, но больше мы заботимся о менее благоразумных, да, членах нашего тела. Так же и тут. Я думаю, что до этого тоже дойдём и прочитаем об этом. вот. Так что, вот что мне открылось. Просто, да, каждому Павлу был свой подход. в общем, своя, так сказать, нить, наверное, да, в общем, своя ниточка, я даже сказала, вот, чтобы спасти того или иного человека, чтобы где-то не перегнуть палку, где-то, наоборот, не дожать. В общем, это тоже всё важно. Вот. И да, это мне всё открылось. в общем, да, тут тоже имеет значение, ещё раз повторюсь, также и условия. Например, у иудеев это одни условия, у подзаконников это другие условия, другие понятия, другие рамки, у язычников это третье. Вот. И как бы с этих позиций, конечно, нужно по-разному благовествовать Христа. И по-разному каждому подходить. Вот так вот скажем, простите, что мусолю это, ну, это, чтобы предельно было всем понятно. Вот. Ну, если не права, пишите. Вот. Буду рада любым комментариям, конечно, в пределах разумного, естественно. вот. Чтобы не пришлось мне всякий такой негатив направленный против Господа удалять. Вот. Так что, а так, любым комментариям очень рада. если это обличение, то будем исправляться, если это поддержка и подтверждение какое-то, то тоже слава Господу. Вот. Да, уже долго об этом говорю, пора переходить собственно к теме. А тему мне Господь положил на сердце очень такую интересную. О ней тоже, возможно, говорят очень много и проповедуют очень много и места из священного писания приводят тоже очень много. И мне тоже эта тема очень нравится. Она мне очень близка говорить я буду о рождении свыше. Да, о возрождении да, или о рождении свыше. Возможно, я сейчас не буду или почти не буду. Посмотрим, как получится приводить место священного писания, потому что вы услышите это все и в проповедях, каждый по-своему раскрывает эту тему, да. Вот. И я где-то даже постараюсь на личном примере об этом сказать. Не хочу хвалиться. Вот просто не хочу. Но мне говорят, вот многие во-первых говорят, что я изменилась и замечают, конечно, разные стороны того, что я изменилась. Ну, конечно, после трагедии моей не буду я повторяться, все уже знают, наверное. естественно, я была другим человеком, подавленным, разбитым. Ну, я думаю, тоже это все понятно. вот. Но еще раньше, когда мне все было относительно неплохо, я была еще другим человеком, более. Вот. И многие, конечно, стали замечать изменения. Вот. Кто-то говорит, что я стала светлее. Я не хвалюсь, я просто говорю, что мне говорят. не хочу сейчас каждого перечислять, просто скажу те стороны, которые мне сказали. Кто-то говорит, что я стала шутки, ну, по-другому к шуткам относиться. Да, я стала относиться к шуткам по-другому, действительно. Я не скажу, что я их не понимаю, просто я сопоставляю все это, да, со священным писанием, насколько это и как это вообще. Если это глупое, то, конечно, я это не поддерживаю. Если это что-то остроумное, то я думаю тоже об этом, стоит ли как-то это все поддерживать вообще. Очень много просто взвешиваю, да, конечно, как учит писание жить свято. Вот, кто-то говорит, что я стала поглубже мыслить. В общем, многие, очень многие заметили во мне изменения. Ну, и один брат, да, во Христе сказал, что, ну, незрячий, сказал, что действительно я родилась свыше. вот, я не хочу еще раз повторюсь хвастаться, это просто наблюдение окружающих. Ну, я и сама, конечно, почувствовала изменения, да, в себе. Например, у меня совершенно изменилось отношение и к музыке, и к литературе. Ну, музыку, конечно, и так я после моей трагедии не могла слушать вообще от слова совсем. Вот, а литературу, так вот, кроме Библии, возможно, просто проповедей, ну, скажем, кроме слова Божьего, не хочу никакую воспринимать даже, да, просто нет интереса к этому, ко всему мирскому. Ну, вот, просто нет интереса, нет желания абсолютно. Что касается музыки, ну, примерно аналогично. Вот, то, что о Боге, даже я не столько слушать, сколько стараюсь, ну, петь сама, наверное, изучивать. Поем на собраниях с удовольствием тоже, вот, пою вместе с другими, за другими. Да, если мне поют в ухо, то я пою тоже, схватываю на лету, стараюсь. Вот, ну, слушаю, конечно, я меньше. Вот, конечно, мне говорят, что вот, как бы для композитора, для меня, мне бы слушать побольше, ну, душа этого не только не требует, ну, даже дух, я бы сказала, наверное, не хочет. Вот, и здесь я тоже стала избирательной. Если раньше я не гнушалась послушать что-то такое, ой, страшно произносить, распутная, похабная, хотя никогда таковой не являлась, ну, просто веселило меня это, ну, то сейчас как-то я тоже с осторожностью к этому отношусь, стараюсь это обходить. То же самое с Ютубом, с телевидением, так как интересовалась политикой раньше и не гнушалась этого, очень много могла все и послушать, и по телевидению могла там фильмы какие-то слушать, но сейчас я просто бегу всего этого, потому что мне все это чужо достало. Не потому что нам что-то можно и что-то нельзя, я хочу сказать, что здесь запреты не всегда будут работать. Да, одно дело, там, церковь запрещает, это одно, потому что запретный плод, что он всегда сладок. Другое то, что как это сказать-то правильно, другое все-таки то, что человек сам получая возрождение и покаявшись, человек сам до этого доходит и уже потребности другие становятся, не потому, что что-то можно и что-то нельзя. Просто человеку это не нужно. Тоже с литературой. Потом действительно в жизни произошли перемены. Не хочу хвалиться. Вот, и если я раньше на обиду могла ответить той же обидой, там, дать сдачи словесно еще как-то, то я стараюсь вместо этого, даже если меня обижают, проповедовать Господа, благословляю, тоже благовествую таким людям. Хотя понимаю, что не всегда это доходит, но семя посеять нужно. и это наша обязанность, как мы в прошлой рубрике читали. И потребность даже. Да, у возрожденного человека это потребность благовествовать. А невозрожденный, конечно, в этом не видит никакой нужды и не понимает даже, зачем это. В общем, да, только делает по повелению. А у человека возрожденного да, это входит именно в потребность, как я говорила, как пить дать. Вот, или как за трапезу, скажем, сесть, да. Мы же не спрашиваем, насколько это нам надо. Берем и садимся по требованию организма. Здесь так же. Вот, так что такой момент, да, что совершенно меняются и мысли, и, конечно, и Христос уже становится на первом месте, да, Господь наш. И все время что-то хочется сделать для Господа и побольше сделать. Такое вот окрыленное состояние, хотя не всегда удается сделать побольше. вот, ну, в общем, да, это как бы на таком уровне, что у меня лично происходит сейчас, да, как мне сказали, что я прожди нас выше. Слава Господу, если это так. Ну, я верю, что это так. вот, все-таки я покаялась, и первый раз я покаялась, я не помню, какую проповедь я слышала, но так вот про себя, стоя дома на кухне, очищение в церкви, проповедь, но, честно, не помню, кого. И вот сестра тоже во Христе прислала тогда. Собственно говоря, одними проповедями только и спасалась, мне так было тяжело. Ну, и Слово Божье, конечно, слушать старалась. Но начинала с проповедей, хотя Евангелие я и так знала, но слушала раньше, потому что в православии как раз-таки Новый Завет необходимо знать, да, остальное можно не знать, не читать, но Новый Завет знать необходимо. Ну, остальное, скажем, знают только священники, им необходимо, ну, а нам так. Я же считаю, и в нашей церкви считается тоже, что необходимо знать всё, потому что всё Писание Бога духовное. Ну, так вот, и на такой, на одной из таких проповедей я покаялась, так, перед Господом, и как-то стала замечать некоторые изменения в себе. но вот потом уже я уже по-настоящему уже покаялась, когда первый раз пришла в нашу церковь, это был день Пасхи, вот, и реально почувствовала вообще что-то такое другое в себе. Вот, и в этот день, 4 апреля, как вы помните, я записала самое первое благовестие, моё краткое свидетельство, и о восхищении церкви тоже я стала говорить. вот, но я, конечно, до сих пор решаю, стоит ли рассматривать основные точки зрения, да, когда будет восхищение церкви, ну, в общем, как Господь усмотрит, если Господь усмотрит эту тему, чтобы рассказать вам, какие на сегодняшний день мнения и более подробно, но об этом то расскажу, если не нужно мне об этом говорить, может, и не стану, ну, как бы, об этом тоже сегодня очень много говорят, ну, не сегодня, вообще, на сегодняшний день, скажем так. Вот, теперь дальше, да, что ещё поменялось, то есть, раньше, если как-то я зациклена была на себе, вот, и, ну, эгоистично достаточно вела себя, да, могла кому-то ответить на обиду очень резко, может быть, хотя всегда старалась это делать тактично, но всё-таки ответить очень сильно могла морально задавить этого человека, то теперь я, да, теперь я стараюсь благословлять всё-таки, вот, и обижалась раньше очень быстро, сейчас я очень серьёзно, конечно, над этим работаю, и стараюсь прежде искать Царствие Божьего, то есть, Небесного, да, как и сказано, ищите прежде Царствие Небесного и Божьей Правды, вот, ну и, собственно говоря, как просыпаюсь, я сразу, вот, просто день начинается с проповедей, мне сразу тянется рука открыть там Ютуб, я не знаю, что-нибудь послушать такое о Господе, вот, так что, вот, как бы, вот такие вот изменения произошли, и вот с кем общаюсь, ну вот, просто не могу, как раньше, общаться на пустяшные темы, но, наоборот, если не благовествовать, так стараюсь хотя бы даже благословить того, с кем я общаюсь, попадаются, конечно, разные люди, и в моем окружении, и среди родственников, и среди, так сказать, интернетных друзей, да, ватсап, с разных городов, к сожалению, почти нет рожденных свыше, в основном, все такие теплые верующие, очень трудно, очень трудно, нет, общаться-то мне с ними, может быть, не всегда трудно, просто очень больно за них, за таких вот людей, да, и что еще изменилось, ну, все мысли стали о Господе, о восхищении церкви, о том, что как будет прекрасно встретиться с Господом, да, и сны об этом тоже Господь дает, да, я делилась в других рубриках об этом, вот, так что слава Господу за это, да, даже просто мысли в корне поменялись, и отношение к многим вещам, конечно, поменялось, вот, и слава Господу за это, сейчас я не хвастаюсь, ни в коем случае, не будет этого, пусть Господь хранит от этого всего, просто говорю свое личное свидетельство, вот, как у меня это происходит, и если Господь усмотрит мне настоящее крещение, это будет просто великое Божье чудо, вот, и это будет прекрасно, ну, что касается признаков возрожденного человека, в той проповеди, в которой я слышала, это, как бы, да, рассматривается шире, потому что, как мы уже выясняли в прошлых рубриках, возрожденный человек, он на разных этапах может находиться, это может быть духовный младенец, да, это может быть отрок, юноша, там, славный, да, где-то даже старец, и бытует, я говорила, такое мнение, что, вот, типа, там, зачем, типа, молодому человеку в это лезть, нет, люди, ошибаетесь, Господь стучится в сердце, он не смотрит на возраст человека, и даже, например, 30-летний, грубо говоря, может быть духовным старцем уже, и человек лет 80-90, да, может оставаться духовным младенцем, если еще, конечно, получит возрождение свыше, вот, ну, признаки, так если говорить, да, конечно, это наличие Духа Святого, не просто даже наличие, а Дух Святой предводитель стоит, он где-то даже руководит, да, жизнью нашей, нашей, вот, и Дух Святой на что-то наставляет, и не зря говорят, не угощайте Духа Святого, да, то есть слушайтесь Духа Святого, вот, и возрожденные люди, конечно, они стремятся слушаться Духа Святого, да, и от этого происходит великая просто радость, да, и, конечно, не менее важный признак рожденного свыше человека, я бы сказала, даже это основа основ, это любовь Господня, вот, на личном примере могу сказать, вот, общаюсь с одним человеком, ему тоже очень много благовествую, и он тоже реально с этим столкнулся, не хочу обидеть православие, пожалуйста, не подумайте, ничего, он общался, да, с людьми из православия, возможно, просто ему нерожденные свыше люди попадались, и в основном они понимают, да, по-мирски это все, что какая, мол, любовь Христова, прежде мы должны типа любить близких наших, кровных, а остальных, ну, можно просто хорошо относиться, но не обязательно любить, что сказал Господь, да, вы приветствуете только брата своего, да, не то же самое делают язычники, что вот, допустим, да, любят только своих кровных, остальных на дух не переносят, например, вот, и, конечно, невозрожденному человеку не понять, что такое любовь Христова, просто не понять, в общем-то, и хорошо, что у нас с этим другом, да, были такие разговоры, я могу совершенно с уверенностью сказать, что один из признаков просто важнейших рожденного свыше человека, это любовь к ближнему, к любому, будто к врагу даже, Христова любовь, вот, ну, тут можно много очень перечислить, да, признаков рожденных свыше людей, например, даже возьмем Ветхий Завет, да, когда Святой Дух, возможно, был не у всех, был ли он вообще вопрос, ну, возможно, и был, ну, в общем, например, Иисус Навин, да, или Навин, как правильно, я не знаю, ударение, лучше, он же ждал Моисея, да, он же не знал, когда он вернется, он думал, что вот сейчас, вот прям сейчас, вот как раз говорилось в этой проповеди, которую я слышала, вот, ждал, преданно, что это, это любовь к ближнему, да, потом возьмем, этого не было в проповеди, но все-таки, я думаю, стоит это рассмотреть, возьмем Иосифа, да, которого братья вот так вот предали, продали в рабство, он же не стал и братьям потом мстить, да, и не стал вот этой женщине мстить, которая ему себя предлагала, он просто смиренно это все перенес, ну, что это, это возрождение свыше, ничто иное, да, потом еще Давида мы можем рассмотреть, да, когда Давид и Саул, когда просто Давид мог взять и Саула вот ни за что, ни про что убить, но ведь он же этого не сделал, он убоялся Господа и он, ну, в общем-то сохранил ему жизнь, он просто ему одежду как бы то ли проткнул, то ли оторвал кусок, ну, просто показав, что смотри, ведь моя жизнь-то, твоя жизнь-то в моих руках была, а ты, мол, еще и убить меня хотела, я ведь не стала этого делать, это тоже любовь к ближнему, хотя, что он за милую душу мог взять и отомстить, да, вот, мы много таких примеров видим, вот, из Ветхого Завета, потом, если брать Новый Завет, ну, Христос это само собой, это сто процентов Бог и сто процентов человек совершенный, да, и это понятно, что за все человечество он пострадал, и мы до сих пор своими грехами его распинаем, вот, но мы берем еще и апостолов того же Стефана, да, если взять, его же камнями просто так ни за что ни про что закидали, так он же мог проклясть их просто-напросто, он мог эти камни им в ответ просто метнуть, сказать, вы че, ребята, делайте, вы че, вообще, вы тут меня трогайте, я тут сын Божий, вы беззаконники, прочь руки, он же мог все это сделать, но он что сказал Господу перед смертью, он сказал, не вменеем греха, это что, это что же, рождение свыше, потом, ну вот всех апостолов, да, можно взять, да, вот из Нового Завета, вот того же Павла, да, он что писал, ну, примерно так, что не буду вас обманывать, обнадеживать, у меня нету этого писания по Брайлю, вот, но смысл такой, что пусть лучше я буду отлучен, да, скажем, от Христа, но братья мои спасутся зато твоими спасения, как бы, да, братьев сам готов был отлучиться от Христа, это ж не что иное, что большая любовь Божья, да, любовь Христова, рождение свыше, в общем, самый такой характерный признак, да, еще раз подытожим, во-первых, Дух Святой, во-вторых, любовь Христова, во-третьих, пребывание в Господе, да, все мысли о Господе, все направлено на то, чтобы, как бы, послужить Господу, как бы, не огорчить Господа моего, да, вот, как бы, такие признаки, рожденного свыше человека, можно, конечно, еще, если постараться найти многие другие признаки рожденного свыше, да, но прежде хочу сказать, что это, конечно же, любовь Христова, и тот, кто в полной мере обладает, любовью Христовой, да, к ближнему, конечно, может считаться рожденным свыше, не просто к ближнему, к таким же братьям и сестрам, да, но и к врагу, в общем, потом, что еще, стремление соблюдать все заповеди, да, чтобы не огорчать Господа, это тоже любовь Господня, тоже любовь уже к Господу, вот, рожденный свыше человек, да, старается быть верным в малом, ну, а не рожденный свыше, или, там, умерший духовно, как-то об этом не особо заботиться, да, как мы видим, так что мы рассмотрели такие вот примеры, наиболее яркие, ну, вот так вот, если найти, да, тоже Давид и сын его, кажется, весолом, если я не ошибаюсь, конечно, вы мне сейчас скажете, что это любовь отцовская, да, но с другой стороны, ведь тоже разные отцы бывают, разные отношения, да, к этому, и только рожденный свыше человек мог вот так вот, другой бы сказал, ах ты, ты на меня посягнул, так тебе и надо, пожалел бы, что его родил вообще на свет, но он же сказал, ах, если бы мне надлежало вместо него умереть, да, это мог сказать только рожденный свыше человек, а другой бы сказал, ты че это, ты отца обидел, ты за это и получил, что заслужил, так что получилось немножко импровизировано у меня, да, о признаках рожденного свыше, ну, тут можно говорить еще о таком признаке, что куда-то пропадает эгоизм, да, не в угоду себе все это делаешь, а в угоду Господу и в угоду того, что, чтобы другие спаслись, да, что мы об этом и в этой рубрике говорили, и в прошлое читали, да, вот потом что еще можно сказать, можно отметить также следующее, да, что рожденный человек свыше дает место Господу, не определенное какое-то место, а место во всей жизни своей, просто Господь становится в полной мере Господом, да, для этого человека, хозяином его жизни, просто как ведет его Господь такого человека, так он и идет, и об этом тоже я говорила в многих рубриках, что люди, надеясь на свои силы, что вот мы такие же, как Боги, мы и без Бога можем, падают очень часто, не то, чтобы даже духовно, они просто идут в погибель, такие люди, да, и рожденный свыше человек, он не может быть гордым, да, гордость, непокорность, это что, это признак нерожденного свыше человека, вот, и, да, это еще, скажем, сопутствующие признаки рожденного человека свыше, вот, потом, что еще тут можно, да, такие люди стремятся побеждать все ради Христа, да, скажем, рожденный свыше не просто знает, как данность, что вот, да, искуплены кровью Христа, ну и что, помыты, рожденный свыше просто во имя этого, да, во имя искупления, ну, как бы, старается жить так, чтобы не огорчить Господа, чтобы не распять его грехами своими заново, да, вот, это мысль, как бы, жизнь рожденного свыше, принцип рожденного свыше, не просто мы знаем, что Христос за нас был распят, ну и что, да, еще подвергают сомнению, а был ли он вообще распят, ну это совсем богохольство, конечно, просто рожденный свыше, для него это становится ответственностью, то, что за нас был Христос распят, вот, и чтобы, как старается жить такой человек, чтобы, в общем, как сказать это правильно, ну, следовать, да, этой ответственности, не нарушить, не оставить, вот, как-то вот так вот, наверное, будем говорить, вот, да, стремиться побеждать все, такой человек, чтобы тоже не огорчить Христа, чтобы это все во имя Христа было, да, во славу Христа, чтобы прославить Господа, вот, и, да, побеждают все, и не возлюбят души своей, и, как бы, тела, да, даже до самой смерти, вот, тоже у Хорева была проповедь, в общем, на эту тему очень интересная и поучительная, ну, то, что не возлюбили души и тела даже до смерти, я думаю, что это говорится, можете мне поправить, ну, наверное, высшей категории, да, о духовных мужах, я бы даже уже сказала, вот, а те, кто еще во младенчестве находится, пока еще плотские, наверное, люди, им сложно, да, не возлюбить души своей и тела, ну, к этому, да, как-то нужно стремиться, стараться, что даже есть такое, да, в Писании, если, как бы, ой, как же там было, не бойтесь убивающих тела, но бойтесь убивающих души, да, что, в общем, если, как говорится, как говорится, и душу погубят, то и тело будет, да, вверженно возировненное, в общем, да, не бойтесь убивающих тела, ну, вот тоже у Павла было, да, как смерть, как приобретение, да, смертью мы приобретаем Христа, и тоже так же в духовном плане, если мы умерли для греха, то мы воскресли для праведной жизни во Христе, вот так вот, да, что касается признаков рождения свыше, ну, возможно, если что-то еще мне откроется, может быть, в комментариях вы еще что-нибудь скажете об этом, то скажу в последующих рубриках, вот, а сегодня, наверное, пока достаточно на эту тему, давайте немножко помолимся, Господь, дорогой мой, я благодарю тебя и за эту тему, которую ты положил мне на сердце, господь, если я рождена свыше, как обо мне свидетельствуют, помоги мне возрастать и дальше духовно, помоги, Господь, не огорчать тебя, помоги всецело следовать за тобой, если где-то я проявляю неверие, то помоги, Господь, моему не верю, и если вдруг я не рождена Господь свыше, то дай мне это рождение свыше, Господь, помоги также и остальным, приведи тех, кто будет слушать эту рубрику к покаянию, к спасению и даруй им также рождение свыше, Господь, чтобы они были спасены, эти люди и могли участвовать в восхищении церкви, Господь, по мере возможностей, и если тебе угодно, Господь, чтобы все, кто меня слушает, может быть, не все, может быть, некоторые, чтобы они не были оставлены на великую скорбь, на эти суды, Господь, которые будут изливаться на эту землю, благослови, Господь, каждого, кто будет слушать данную рубрику, во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава тебе во веки веков, аминь, веки, на этот аминь, во веки, веки, во веки,